Какие существуют рецепты оздоровления с использованием арбуза? Кому и при каких проблемах со здоровьем категорически противопоказаны арбузы? Досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить важную информацию. Арбуз – это однолетняя бахчевая культура, которая выращивается по всему земному шару. Родиной арбуза является Южная Африка. Растение имеет тонкие, длинные ползучие стебли длиной до 4 метров и более. Светет в летний период, а к началу осени созревают плоды арбуза шаровидной, цилиндрической или овальной форм. Плоды называются ягодами. Они имеют сочную и сладкую мякоть ярко-красного, желтоватого или белого цветов. В ней разбросаны плоские семена разного цвета. Размеры плодов могут сильно отличаться. На сегодняшний день существует порядка тысячи видов арбузов. У каждого разные вкусовые качества и размеры. Некоторые виды могут весить до 90 килограммов. Польза и применение Перед тем, как перейдем к рецептам применения арбуза, хотела бы попросить вас подписаться на нашу страницу ВКонтакте. Теперь все новые видео будут публиковаться там. Ссылка в описании ролика. Приятного просмотра! Арбуз – это сладкий, освежающий, низкокалорийный и полезный для здоровья продукт. Он богат необходимыми витаминами, минералами и другими важными для организма компонентами. Арбуз – важный источник витамина С, который помогает улучшить иммунную систему, уменьшает продолжительность болезни, тяжесть симптомов, помогает организму бороться с заболеваниями сердца и другими патологиями. Содержащаяся в арбузе аминокислота L-цитрулин эффективно уменьшает воспаление мышц. Многие полезные вещества, которые есть в арбузе, включая витамин С, защищают хрящи и кости, восстанавливают сухожилия и связки, способствуют более быстрому заживлению ран и рубцовой ткани. Магний и калий помогают восстанавливаться мышцам, уменьшают боль. Калий способствует устранению судорог в мышцах после тренировок, помогает быстрее вылечить травмы. В арбузе также содержится ликопин – это антиоксидант, который защищает глаза от повреждений. Он способен предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна. Ликопин играет важную роль в поддержании клеточной мембраны, чтобы она могла защищать себя от токсинов, которые потенциально могут вызывать гибель или мутацию клетки. Калий, содержащийся в арбузе, а также в других фруктах и овощах, помогает эффективно выводить токсины из крови, что предотвращает образование камней в почках. Содержащиеся в арбузе витамины С и А играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Эти антиоксиданты защищают кожный покров от повреждений, вызванных вредными свободными радикалами, которые образуются при воздействии на кожу ультрафиолетового излучения солнца. Витамин А очень полезен для кожи, а всего лишь 100 граммов арбуза содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормой его потребления. Также этот витамин помогает сохранять кожу и волосы увлажненными, способствует здоровому росту новых клеток. Арбуз является отличной альтернативой обычной воде. Например, 3-5 арбузных долек могут дать до 1 литра жидкости, а это эффективная профилактика обезвоживания. Плод на 91% состоит из воды. Регулярное его употребление помогает организму очиститься от вредных веществ, лишней жидкости, устранить вздутие живота, отеки. Продукт является щелочным, поэтому может повысить уровень pH организма до природного уровня, а это ключ к хорошему здоровью. Арбузные корки являются источником уникальной аминокислоты цитрулин, играющей важную роль в выведении из организма токсичного аммиака. Также цитрулин способствует расширению артериальных сосудов, восстанавливает энергетический обмен в клетках. Семена арбуза – это хороший источник мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Эти жиры полезны для защиты от сердечного приступа, инсульта, а также помогают снизить уровень вредного холестерина в крови. При гипертонии подготовьте 20 г сырых семечек арбуза и 250 мл кипяченой воды. Семечки очистите от скорлупы, выложите в неглубокую керамическую емкость, залейте стаканом холодной очищенной воды. Семена нужно настаивать 10-12 часов, после процедить полученный настой через ситечко. Готовое средство принимают за полчаса до еды. Курс лечения 2-3 недели в зависимости от симптомов. При желчно-каменной болезни. Для очищения желчных протоков надо взять 2 столовые ложки высушенных корок арбуза, измельчить их, зарить литром крутого кипятка, поместить емкость на медленный огонь и кипятить 25-30 минут. После этого отвару нужно дать настояться при комнатной температуре 40 минут, затем процедить его через марлю. Готовое средство принимают по одному стакану за 20 минут до еды 4-5 раз в день. При нарушении пищеварения. Подготовьте 100 граммов очищенных арбузных корок, залейте литром дистиллированной воды, поместите емкость с сырьем на медленный огонь, варите 30-40 минут. После средство снимите с огня, накройте крышкой, дайте настояться еще час, далее процедите через марлю. Готовое отвар употребляют по полстакана трижды в день, вне зависимости от приема пищи. Такое средство подходит в качестве дополнительной терапии. При лихорадке, ознобе, высокой температуре. При простуде и недомогании облегчить состояние можно с помощью витаминного настоя с добавлением арбузных семечек. Для его приготовления нужно растереть семена с холодной кипяченой водой в пропорции 1 к 10. Взрослым пить такое средство нужно по 2-3 столовые ложки каждый час, детям по 2-3 чайные ложки. В детскую порцию можно добавлять натуральное малиновое варенье, мед или фруктовый сироп. При анемии. При лечении анемии полезно употреблять спелый арбуз, сок из мякоти или готовить арбузный фреш. Для фреша подготовьте 2 кг арбуза, 1 стебель мяты, 2 чайные ложки натурального меда. По желанию можно добавить половину чайной ложки свежего лимонного сока. Из половинки арбуза нужно вырезать мякоть, очистить ее от семян, переместив в глубокую емкость. Сюда же добавьте мед и листья мяты. Затем с помощью погружного блендера на невысокой скорости аккуратно измельчите состав, после перелейте фреш в стаканы и он готов к употреблению. При болях в желудке. Подготовьте 100 г арбузных корок или 2 ст. л. порошка из сухих корок. Сырье залейте пол-литром крутого кипятка, поместите на медленный огонь и выдерживайте на водяной бане 20 минут. Затем уберите с огня, накройте крышкой, настаивайте полчаса. После отвар необходимо процедить через марлю. Готовое средство следует выпивать по полстакана 3 раза в день за 15 минут до еды. При цистите. Если постоянно вымывать из мочевого пузыря кишечную палочку, провокатора болезни, то это не даст им размножаться. Для этого можно регулярно есть арбуз. Он не позволит моче надолго задерживаться в мочевом пузыре, благодаря этому у вредной микрофлоры не будет среды для размножения. При ожирении. Если нет противопоказаний, то хороший эффект можно получить от арбузных разгрузочных дней. Если на протяжении дня съедать 1-1,5 кг мякоти арбуза, можно потерять до килограмма веса. Но важно помнить, что разгрузочные дни можно проводить только раз в неделю. В последующие дни можно заменить на арбуз один из приемов пищи, за исключением завтрака. Мочегонное средство. 200 г измельченных арбузных семечек. Залейте 800 мл холодной очищенной воды. Поставьте емкость на медленный огонь. Доведите до кипения. Далее отвар нужно протомить около 15-20 минут, затем снять с огня, остудить, процедить через марлю или сито. Перед каждым приемом пищи за 15-20 минут нужно выпивать по одному стакану прохладного отвара. Такое средство помогает избавиться от отеков и сбросить несколько килограммов лишнего веса. От глистов. Подготовьте 100 г семечек арбуза, литр коровьего кипяченого молока. Сушеные или жареные семечки тщательно измельчите, выложите в керамическую емкость, залейте кипяченым молоком. Емкость накройте крышкой, дайте настояться 30-40 минут. Готовое средство нужно разделить на три приема и выпить в течение дня. Смесь употребляют за полчаса до еды. Вред и противопоказания. Сезон арбузов начинается в августе. Раньше этого времени созревание плодов ускоряется с помощью азотных удобрений, которые сами по себе не особо токсичны. Однако, попадая в желудочно-кишечный тракт, происходит их преобразование во вредные эннитроссоединения и нитриты, провоцирующие развитие патологии. Кроме того, при несоблюдении сроков хранения нитраты становятся нитритами и в самом плоде. Нитриты нарушают транспортную функцию крови. Это влияет на гемоглобин, что впоследствии может привести к гипоксии. В мякоти и в корке арбуза очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов. Поэтому нельзя покупать поврежденные или уже разрезанные плоды, даже хранить вскрытый, но недоеденный арбуз вне холодильника не стоит. Арбуз не рекомендуется употреблять на голодный желудок, так как это может спровоцировать болевые ощущения и вздутие. Употребление арбуза противопоказано людям с болезнями мочеполовой системы, особенно отягощенными камнями в почках диаметром от 4 мм и более, диареей, метеоризмом, коликами, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной желез. С особой осторожностью к употреблению арбуза нужно относиться к диабетикам, так как ягоде присущ высокий глюкемический индекс. Арбуз вызывает быстрое, но кратковременное повышение глюкозы в крови. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения, поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!